Среди работников Кировского филиала акционерного общества «Апатит» и дочерне-зависимых обществ впервые состоялось первенство по армрестлингу. Соревнования сильных объединенная профсоюзная организация «Фосагра Апатит» посвятила Дню Защитника Отечества. Армрестлинг – это вид борьбы на руках. Участники состязаний сцепляют ладони в замок. Цель каждого из них – прижать руку соперника к поверхности. Казалось бы, все просто, но есть нюансы. И если их игнорировать, тот, кто сильнее, проиграет тому, кто слабее. Другие детали в репортаже моего коллеги Дмитрия Герасимова. В России армрестлинг стал стремительно развиваться лишь в конце 20 века. Его популярность объясняется просто. Особые навыки не нужны, покупать специальную экипировку и спортивное снаряжение не надо. При этом армрестлинг не только позволяет демонстрировать силу, но и развивает волевые качества. В принципе, спорт всегда, как говорится, имеет место быть в любом, даже в любой работе, в любой должности. То есть развивает, возможно, какую-нибудь закалку, целестремление, упорство. Заинтересовал этот вид спорта, поучаствовать. Поэтому пришли попробовать себя. Перед началом соревнований обязательный инструктаж и объяснение правил. Армрестлинг, несмотря на всю свою простоту, имеет ряд ограничений. Рукоборец перед поединком снимает с пальцев кольцо и перстень. Его ногти коротко подстрижены. Во рту не должно быть жевательные резинки. Сама схватка иногда длится секунды, но закончиться может досрочно. За две допущенные ошибки участнику засчитывается досрочное поражение. К нарушениям правил, например, относится преждевременный старт. Накажут участника состязаний также за отрыв локтя от поверхности стола и за умышленный разрыв захвата рук. В общем, не все так просто. Но, как говорят сами участники, надо попробовать и заодно проверить свои силы. Сын подрастет от лечь тоже от компьютера, от телефона. Телефон у меня не получает, а так лучше здесь. Вот недавно второе место я занял в тире мы стреляли. Теперь в армрестлинге я первый раз участвую. Просто приехал поддержать ребят, а также они меня поддерживают. С инициативой провести соревнования по армрестлингу выступили сами работники предприятия «Апатит». Правком объединенной профсоюзной организации пошел навстречу, приобрел профессиональный стол, организовал соревнования. Но на этом не собирается останавливаться. Есть далеко идущие планы. Наша задача, во-первых, чтобы спортсмены познакомились, увидели, кто в других цехах занимается этим видом спорта. И в конечном итоге, к концу 2024 года, сформировать сборную команду кировского филиала по армрестлингу. И также принимать участие в областных соревнованиях и различного рода других. Северо-запад и, возможно, еще и первенство России. Специальный стол для армрестлинга после соревнований получил постоянную прописку в тренажерном зале «Апатит-арены». И теперь проверить свои силы на профессиональном тренажере могут все желающие.